Крес или магический огонь Крес седьмой термин славянской старины Крес это самый древнейший и могучий термин божественного миропорядка символ божественного миропорядка подобен Калаврату конечно Крес это как я уже сказал могучий символ божественного миропорядка управления жизнью небом землей и хлебом насущным слово крест переводится с древнерусского языка как раз и означает огонь а чаще всего не просто огонь а солнце огонь магический огонь жреческий то есть святой это также защитный знак Крес ношение данного божественного защитного знака как бы давало человеку не просто силу а силу свыше делает человека видимым для высших спасителей если человек носит на себе крест крест он одет в огненную сиятельную священную кольчугу то есть он защищен которая закрывает его и спасает в жизни в старину крест и носили люди которые жили в опасной среде ходили с караванами кораблями люди которые жили на пограничных или как тогда говорили на окраинных землях конечно же сегодня люди живут в иной обстановке когда далеко не каждый человек следит за тем что он думает хороший он что он посылает сам собой во внешний мир если раньше каждый славянин знал что молчание это золото что слово не воробей улетит не поймаешь то сегодня люди не берегут слова не берегут злых слов посылают их на ветер и в такой энергетической обстановке они сосуществуют и каждый разумный человек заботится только о себе а мы знаем еще с древнерусского языка что крест это не просто огонь не просто солнце но это еще и солнцестояние в контексте русского слова и мифа например такое слово как воскресение здесь тоже крест воск и как бы возрождается он однозначно указывает на зимний солнцеворот когда солнце воскресает когда после нескольких дней самой длинной ночи в северных широтах день начинает прирастать светом то есть в буквальном смысле воскресает сает возгорается солнечный огонь то есть солнце возрождается как бы новое солнце отсюда для примера воскресения Иисуса Христа в христианстве очень хорошо накладывается то есть происходит наложение на солнечный русский то есть северославянский солярный миф крещение или крестение отсюда креститься в этом смысле есть инициация в мистерию солнечного света солнечного креста огня все это русские слова и корни то есть крещение например если бы правильно говорить то крещиться человек должен крещиться а у нас по-русски крестение то есть по-славянски то есть мы крест делаем то есть не крещ а крестение а крестение и народным словом здесь пишут является греческое слово Христос Мессия помазанный и тогда это слово отсылает нас к жидкой стихии воды масла то есть когда Иисус был помазан Духом Святым во время пролития на него речной воды Иоанном Предтечи Иоанном Крестителем но как выясняется на церковно славянском слове крест может писаться как Хрест и тогда Христос есть Крестус то есть он напрямую в мифическом имени своем связан со словом Крест Каким образом в христианском мифе водная процедура наложилась на огненную все это вопросы И так завершая разбор мы понимаем что христианский миф и культ является видоизмененным подмененным например в русском православии солнечным мифом который был распространен некогда широчайшим образом среди народов мира особенно у прославянских народов и далее у славян и народа русского и поныне почти весь праздничный годовой круг в современном православии так или иначе имеет корни в солнечном мифе биография реального человека Иисуса нам практически мало известна зато сохранилось для нас его слово которое есть истина от истины та истина которая делает нас свободными в том числе и свободные от претензий служителей современного религиозного культа на монополию толкования истины потому что истину толковать нельзя истина может либо быть либо ее нет в свою очередь древнерусское слово крест означает оживание а сюда ожить или воскреснуть ибо воскресать воскрешать и кресите происходит от слова крес а именно огонь солнце пламя в одном рукописном прологе слово крес и кресины употреблены именно в значении небесного света возжженного при повороте солнца на лето то есть в данном случае вновь народившееся или воскресшее постепенно крепнет в своих силах как отмечал Афанасиев итак крес солнцестояние это все что воскресение все что связано с возрождением спасибо за внимание следующий термин восьмой который мы рассмотрим далее это термин или понятие ясунь ясунь обозначение светлых богов